друзья всем привет сегодня мы с вами будем готовить армянский лаваш в домашних условиях все очень просто готовится просто и легко очень быстро и получается очень вкусно и для этого нам нужно 250 грамм теплой воды обязательно чтобы она была теплая даже немножечко может быть горячая но буквально чуть-чуть пол ложки соли и мука все что мы делаем мы заливаем воду в мисочку теплую сюда же соль хорошенечко все перемешиваем чтобы соль наша растворилась все у меня соль растворилась так и теперь мы замешиваем тесто и берем муки столько сколько потребуется на 250 грамм то есть при замесе вы будете сами понимать я вам покажу какое тесто должно получиться и потихонечку мы замешиваем до определенной консистенции вмешиваем столько муки сколько потребует водичка наша для густого теста постепенно вводим муку быстро не нужно потихонечку чтобы не переборщить тесто должно быть у нас плотная получится так что может быть даже лучше уже ложечкой перемешивать сейчас отсюда все снимем тесто у нас тепленькая получается типа как заварное вымешиваем тщательно здесь мы уже можем вымешивать руками потому что ложкой становится неудобно у нас должно получиться с вами тесто которое не липнет к рукам так что пока липнет значит нужно добавлять муки ну вот тесто уже смотрите не липнет к рукам она тепленькая приятно работать так теперь мы немножечко посыпем муки сюда и переложим наше тесто так теперь я сделаю такую как бы колбасочку и теперь тесто разделим на несколько частей теперь можно скрутить их кружочки в такие теперь накроем наше тесто на 15-20 минут чтобы она у нас немножечко отдохнула и потом начнем раскатывать наши лепешечки так прошло 20 минут тесто наше отдохнуло и сейчас мы приступим к его раскатывания эти кусочки мы пока переложим чтобы они нам не мешались еще немножко муки добавлю так раскатывать нужно тоненько но не слишком сначала делаем такой кружочек до предварительно я взяла вот такую сковородку и нужно сделать будет лепешечку чтобы она уместилась вот на эту сковородочку у нас так что будем делать лепешечки такого размера какая у вас будет сковородка и и начинаем раскатывать и начинаем раскатывать аккуратненько тоненькие лепешечки в размер нашей сковородки обязательно чтобы они были очень ровные а если вы хотите чтобы она была вас очень ровная то можно положить например вот так крышку и и обрезы тогда ваши лавашики будут ровненькими если вы их обрежете по крышечке аккуратненько снимаем так я буду перекладывать пока их на тарелочку тарелочку тоже можно немножечко мукой присыпать так и начинаем раскатывать следующий и так пока мы не раскатаем все наши лепешечки так девочки и мальчики вот из этого количества у меня получилось 12 лепешек 12 лавашей сейчас мы будем их жарить вот так это все выглядит друзья дальше на сухую раскаленную сковородку мы отправляем наши армянские лавашики и смотрим вот он постепенно видите меняет цвет надуваются пузырики так и должно быть вот они пузырики смотрим чтобы он немножко подрумянился на той стороне и потом переворачиваем вот смотрите такая красота получается и с этой стороны немного смотрите какая красота после того как отправили берем брызгалку и слегка брызгаем наши лавашики водичкой сбрызгиваем чтобы он у нас не был жестким и также все лавашики один за другим мы выпекаем кладем на тарелочку и сбрызгиваем водичкой после того как мы напекли все наши лавашики армянские мы обязательно накрываем их полотенчиком где-то на минут 10-15 чтобы они остыли и стали мягкими и очень вкусными итак смотрим что у нас получилось вот такой вот мягкий лаваш смотрите свеженький вкусный я буду с чаем и земляничным вареньем мне хочется вот так я думаю что будет очень и очень вкусно так что лаваш можно есть просто как хлебушек а можно сделать с чем угодно хотите сыром хотите с вареньем с колбаской кому как нравится я буду сладкий очень вкусно получился настоящий настоящий армянский вкусный лаваш так что готовьте с удовольствием рецепт очень простой очень вкусный доступный всем приятного всем аппетита ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока